А вы говорите нет. Да не бывает такого. Вот могучий Вианор переехал, а у вас появилась возможность в том же месте раскрутиться. Да почему нет-то? Магнитка каталась, катается и будет кататься на автомобилях. А это и вам для славы. Ведь каждой машине нужны очень полезные вещи. Вот сами подумайте, как это может случиться. Северный переход 30. Внизу будет располагаться самый мощный магазин города. Шинтоп. Который позволит всем вам, скажем так, немного расслабиться. Потому что цены будут немножко своеобразные. Потому что внизу будет располагаться центр по продаже совершенно другой. Северокорейской, точнее южнокорейской резины. Хангук. А здесь, на втором этаже. Да разгонись. Да хоть что делайте. Представляете, да? К этому помещению здесь еще есть фирменный центр. А еще здесь есть склад. Вот там расположен. Представляете, да? Здесь есть место для шефа. Место для подшефного помещения. То есть для того, кто будет заниматься раскладкой клавиатуры. Вот. Есть место, где вы можете покушать. Есть место, где вы можете, скажем так, в туалет сходить. А еще есть место, где вы можете складировать свой товар. То есть, представляете, да? Что здесь только можно... Ой, да без разницы. А хотите все, что угодно. Масла, любые вещи, которые помогут вашему автомобилю спокойно просуществовать. В то самое неспокойное время, когда у нас и холодно, и жарко, и вообще непонятно как. Ну, а как дальше-то? Первый этаж за колесами, а на втором-то масла, омывайки, вещи для детей. Ну, и место для тех, кто может, да и должен, посидев, да и поработать-то. Так ведь это и бизнес-то. И это и есть работа-то. И все-таки это хорошо. Когда на северном переходе 30, вы можете поменять и колеса. И поднявшись на второй этаж, а вот здесь все, что угодно. Тут же вопрос в вас. Лично. То есть, если у вас есть мысли в голове, и как расположить все здесь, и как все это дело облагородить, и как на этом деле деньги поднять, то о чем можно говорить, когда везде уже и репу чешут, и говорят, что в городе Магнитогорске какой-то кризис. Так вот, я вам скажу, что кризис в стране Советов, той самой стране Советов, был всего 3,5 года. Начался он летом 1941 года, а закончился в мае 1945 года. Правда, там кризис был немножко другой. Там 70 миллионов человек, если что, потеряли. Так что вот то был кризис. А то, что сейчас, это не кризис. Это билиберда в ваших головах. А в завершение добавим телефон, ведь без этого-то никак. Все, что вы видели, все это и есть и присутствует в наличии. И для этого есть обыкновенный номер. Для тех, у кого есть мозги, и для тех, кто понимает, как можно работать. Итак, номер прост. 8 922 755 64 64. Он, в принципе, есть и на фасаде.